тема совсем не то что совсем не новая она наверное вечная помирает раз в год и раз в год же воскресает вечная дискуссия по поводу того дисконт или бонус дисконтные программы пытаются защитить защищать свое право на жизнь бонусные пытаются их потихонечку выпихивать с рынка и если в принципе взять статистику по распределению бонусный дисконтный программ то дискон бонусные победили давно и абсолютно но дисконтные сдаваться не хотят перед тем как посмотрим вообще на сравнение поговорим о преимуществах давайте чуть-чуть взглянем назад дали скидку или бонус и забыли про программу лояльности поднимите руку у кого такая программа лояльности или кто такой программы лояльности пользуется хоть хоть одну четко опицы что-то списывается ничего не знаете что происходит ничего с вами не делают ваши интересы никак не учитывают даже каждый день эсэмэски мне слать это и это не считается все видели до пряника можно тоже убить согласен если у нас программа лояльности на этом остановилась в принципе нам уже с вами не важно дисконт у нас бонус подарки или что-нибудь еще потому что если мы с вами просто наймем вертолет загрузим в него наличными весь наш бюджет программа лояльности раскидаемого над городом экономического эффекта для компании будет в разы больше у нас бегутся репортеры блогеры довольные клиенты еще получим прекрасные отзывы во всех социальных сетях и куча народу придет к нам же эти деньги потратить у кого-то из чувства благодарности кому-то просто потому что нужно программ ленте за периметром базового поощрения коим является что бонус что дисконт имеет за собой огромный пласт и возможности работ мы дали базовые преференции нам их нужно персонализировать персонализировать как преференции так и условия программы лояльности дополнительные акции дополнительные механики у каждого человека который ищет свою выгоду в своей продуктовой категории свой способ сэкономить который не всегда выражен в экономии но в конечном итоге представлен в формате я хочу большего и не обязательно должен гореть желанием потратить меньше денег но за те же деньги хотеть большего я буду всегда это дополнительное расширение программа лояльность к мы начинаем уходить в сервис работать сервисом магазина к на базе программы лояльности начинает меняться товарная выкладка когда меняются общие коммуникации каменяются структура наших закупок это управление и в дополнительной монетизации когда мы таргетируем с теми же самым бонусами на что и как их используют условные 100 сумм списанные на товар с маржой в 200 и на товар с маржой в 500 при стоимости 1000 этот другой от совершенно разное списание совершенно разный эффект для экономики программу лояльности и совершенно разные давления на бюджет компании и то что встречается в программах лояльности реже всего это попытка создать и пробудить какие-то эмоции в принципе есть базовое правило которое работает в 99 и 9 процентах программой если программа лояльности не формируют лояльность программа лояльность и лояльность не имеют между собой ничего общего программа лояльности это программы обоюдовыгодного взаимодействия между компании потребителям вот наверное это будет самым правильным и логичным определением чего хочет клиент если этот вопрос ставить клиенту в лоб в формате скидка или бонус скидка здесь сейчас я не хочу к тебе завтра приходить понять не приду не приду я здесь хочу но если уж обо всем в клиент спрашивает давайте ему следующий вопрос зададим а какая скидка сто процентов а лучше доплати эти вопросы не задаем поэтому регулярная дискуссия в баталиях бонус или дисконт сводящаяся к фразе потребители больше любят скидку пардон неуместно по статистике на самом деле примерно половина половина с небольшим перекосом в сторону тех кому все-таки нравится хоть что-то получать скидки бонусы подарки чуть меньше половины вообще все равно что вы им дадите скидка бонус подарок погладил по голове нет вот погладил по голове тоже 44 процента именно чтобы быстрее пройти на кассе надо чтобы хороший персонал улыбчивый который знает как ответить на все вопросы которые знают когда надо промолчать и не приставайте даже не отвечать им важно качество качество и скорость и программа лояльности по-хорошему должна работать не с одним левым сегментом с 56 процентами а с обоими чего хочет клиент 94 процента участников программ лояльности говорят о том что они хотят получать коммуникации от своих программ лояльности одна из наибольших проблем в принципе в рознице у человека это проблема выбора а есть старая замечательная шутка особенно для продуктовых магазинов что все маркетологи мира бессильны перед мужиком со списком покупок которому составила жена вот 94 процента хочет знать вообще что им делать но при этом только 23 процента из них говорят о том что то что им шлют и то что им говорят хоть как-то соответствует их потребностям в основном мы шлем совершенно нерелевантные предложения коммуникации не тогда не вовремя не о том не тому иногда даже не с тем именем так не надо ускоряться программа лояльности эта часть взаимоотношений с брендом несмотря на то что они лишены эмоций все равно люди считают это частью характеристика и одну из характеристик отношений с брендом при этом большое спасибо за подводку прямо идеальную в желаниях потребителей в районе половины то больше то меньше люди готовы либо менять то что они покупают таких меньше либо то где или как часто они это делают и вторая категория это как раз про прямое управление потребительским портретом нашей аудитории программа лояльности есть огромное количество статей расхода персонал коммуникации техника самый гигантский естественный фонд поощрений подарков бонусов скидок неважно чего и только одна единственная статья дохода прибыльные извини изменения поведенческие модели потребления все клиент я либо начал вести лучше для меня с точки зрения экономики либо нет если начал если он вначале ты делаешь в достаточном для меня объеме я выиграл недостаточным проиграл 80 процентов клиентов несмотря на все нерелевантные коммуникации сложные программы низкие вознаграждения говорят о том что их программа лояльности того стоит стоит того чтобы в них участвовать при этом 50 процент 53 процента из них за год ушли как минимум из одной программы хотя только у 7 процентов из них была на реальная на то причина реально на то причина это переехал умер продал машину перестал приезжать на азс не знаю кассир вместо человека дал в глаз еще что то есть какой-то либо негативный либо объективный фактор для отказа от покупок как с программой лояльность так с ритейлером целом все остальные уходят от того что не понимают не могут накопить не на что использовать устал от коммуникации я уже потерялся вашей программе лояльности чего хочет бизнес ну мы как бизнес наверное у нас это даже не желание жизненная необходимость эта эффективность которая не реализуемо без роста возможностей коммуникационных технических экономических и здесь как раз вступают в силу преимущество бонусных программ во-первых кошелечек это стандартный чек стандартная покупка со скидкой мы с вами получили половину кошелечку часть кошелечка бонус это ровно та же самая скидка с точки зрения процесса с точки зрения фискализации с точки зрения давления на маржу только отложенная с бонусом как минимум ему придется сделать плюс одну покупку чтобы воспользоваться тем же самым размером поощрения поэтому для меня как для компании бонус дешевле рано радоваться я не сэкономил я скорее всего больше потрачу но опять же больше потрачу значит дам лучшее предложение дам уже предложение значит больше за работу и для бесконечности почему бонус они дисконт 1 плюс 2 не равно 2 плюс 1 вы легко можете сделать бонусную программу лояльности с базовой коммуникации по бонусам и ее обогащать дисконтными акциями дисконтная акция разовая прекрасно понятно работает быстро хорошо объяснять ничего не нужно все счастливы на дисконтной базе запускать раз в месяц раз по угоду раз в год бонусные акции не получится бонус сложнее у него период эксплуатации дольше его надо копить его надо копить в достаточном объеме чтобы он воспринимался потому что условные 50 сумм начисленной в рамках акции который проходит раз в месяц мне не нужны мне лень вообще думать о том что там есть какой-то кошелек почему бонус потому что бонус обеспечивает возможность контроля я никогда не смогу таргетировать списание скидки базовой который я обещаю всем клиентам а базовое обещание благодаря всеобщим стараниям рынка с точки зрения программ лояльности уже стало обязательным для клиента для того чтобы он вообще на нас посмотрел если лет 10 12 15 назад приходили клиенты в розницу им говорили а у нас есть дисконтный или бонусная программа лояльности хотите участвовать вау да хочу конечно сейчас бонусные очередные дисконтные очередной господи полтора килограмма пластика собой еще 15 экранов в смартфоне с приложениями никого не удивим и таргетировать базовый дисконт мы не можем таргетировать списание базового бонуса мы можем предлагаю банально даже акции шикарно кстати работающие под названием за бонусы дешевле если накопишь достаточное количество бонусов и полностью оплатишь конкретный товар этими бонусами то товар будет стоить там вместо 10 тысяч сумм стандартного ценника будет стоить 9000 у меня на него маржа 50 процентов могу себе позволить дополнение на бонусные программы гораздо проще на бонусных программах гораздо проще строится дополнение в том числе с растущий с точки зрения популярности геймификации с точки зрения требований к и желаний наших к совершению клиентами дополнительных действий в виде просмотров отзывов вот за каждое действие выдавать тебе купончик на скидку на один процент я даже с точки зрения коммуникации но будет смешно давайте купончик на 100 сумм хорошо чем это отличается от бонусов кроме того что копить неудобно и нет единого кошелька приходим опять к бонусам дисконт не дает это физической возможности коммуникации на банальном примере коммуникацию 100 процентов скидки я не сделал никогда в жизни коммуникацию 100 процентов начисления бонусов могу себе позволить списан будет потом а если поставить дополнительные условия по минимальным объемам на которые они должны быть списаны по дифференциации продуктовой линейки на что можно списывать все хорошо работает и один из в принципе глобальных международных трендов это собственные кошельки которые живут от простого qr-кода в приложении торговой сети с привязкой банковской карте к пополняемым кошелькам и переходом бонусных программ формата папа когда мы не даем скидку или бонус в момент покупки оплаты мы даем дополнительное начисление вот это пап на дополнение кошелька в момент зачисления на него денег опять же есть куда возвращать до следующего преимущества вопрос всем четыре варианта сгорающие бонусы это класс сгорела заработали чем больше тем лучше близкая формулировка классно не потратили чем больше тем хуже могли бы заработать и неважно не нашли ни на что это не влияет сколько не сгорай вариант а руки б какие вы хорошие c так хорошо 3d вариант вопрос ко всем кто и вообще ни на что не поднял руку вариант ей это что c если мы запускаем программу лояльности с подходом класс чем больше сгорает тем лучше мы ничего не потеряли давайте ее закроем не надо ни того ради вы ее запускали если вы радуетесь тому что вы на этом заработали то у меня наверное немножко плохо с пониманием устройства получение прибыли в компании потому что перекладывание из правого кармана в левый ну так себе доход ни на что не влияет влияет еще как чем больше сгорает тем больше разочарования чем больше разочарования тем больше склонность к току чем больше склонность к току тем больше денег мы теряем поэтому стопроцентного редэмшена конечно не существует но 95 96 процентов редэмшена рейта в рознице вполне себе встречающийся показать в принципе 80 95 это очень хороший диапазон для компании если у вас сгорает больше 20 ну 25 процентов бонусов значит где-то что-то болит где-то что-то идет не так в коммуникации в возможности использования этих бонусов еще в чем-то собственно до 20 процентов бонусов сгорает но не спешите радоваться с точки зрения того что это экономия скорее всего вы эти бонусы либо реинвестируете либо изначально заказал заложите этот берн в повышение ставки возможной к начисление бонусов сравнение с дисконтной программы если вы переходите дисконт на бонус и статистически 20 процентов от участников бонусной программы лояльности мы рассматриваем конкретно случай когда компания переходит с дисконтом на бонус 20 процентов участников бонусной программы тратит на 20 процентов больше чем они тратили когда были участниками дисконт скорее одна из основных причин в том что тяжелее всего мы тратим наличные держим в руках чувствуем точно заработали точно взяли сейчас вот отдаем прям как-то это больно боязно не хочется попроще мы тратим деньги с дебетовых карт не ощущаем физически но либо их туда положили либо это зарплата пришла то есть мы знаем что это деньги которые у нас были физически от в руках еще проще кредиток не клали не заработали ну ну когда-нибудь потом вернется надо будет вернуть с бонусами еще проще в руках нету не заработали возвращать не надо отлично вот именно бонусы это то что регулярно можно использовать для расширения потребительской корзины потому что за бонусы мне не жалко попробовать что-то новое в чем я не уверен дальше вопрос естественно угадал я не угадал с адресной коммуникации с адресом промо если угадал отлично у человека это войдет постепенно в стандартную продуктовую корзину но я уже все не успел там будут у вас все останется отдельные показатели конкретных кейсов перехода с дисконтной программы на бонусную сборная солянка из показателей по разным отраслям и разным рынком последний слайд и отдаю микрофон и побеждает у нас ни то ни другое побеждает микс побеждает микс в котором чаще всего бонус как одна из коммуникационных основ который мы вешаем на флаг программа лайнс просто чтобы на нас посмотрели потому что этого базового поощрения от нас ждут где мы используем дисконт в качестве отдельных промо потому что вот какой-нибудь распродажи в большую пяну большую пятницу в черную пятницу желтую пятницу белую пятницу или какую угодно еще пятницу года в новый год или другие праздники мне как жизнь не переведем на бонусную программу никак в жизни от нее не откажемся потому что в этот конкретный день нас конкуренты и сожрут но эти программы идут в предоставление контента и сервисных преференций и это те вещи которые во первых стоят для компании гораздо меньше где транзакционный кост в десятки раз ниже в сравнении с бонусами дисконтными программами и которые копируются конкурентами в разы сложнее контентные сервисные программы лояльности чтобы скопировать в принципе надо сначала скопировать еще полностью аудиторию конкурента его расположение все его особенности полностью товарную линейку а потом я уже смогу то полноценно скопировать сервисную программу лояльности плюс подписки уходящие в оффлайн форматы один основных трендов программа лояльности которые по факту сейчас замещает собой коллекционные программы лояльности коллекционные программы лояльности по всему миру умирают остаются меньше и меньше но умирают не совсем переодеваются в подписочные сервисы у меня тоже есть кор спасибо спасибо спасибо